Мы же в эфире. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа VIP, Живое Радио. Да, мы выходим со студии Аутгар через Наталком. Спасибо вам большое. В студии постоянная ведущая программа Илья Ермурокия Виктория Добрынина, которая нам представит нашего гостя. Конечно, представлю нашего гостя. Начала, скажу, что у нас есть чат. А, ну да. Наша заветная. Конечно. Самая главная информация во всех времен и народах, что у нас есть чат. Ну да, теперь я представлю нашего гостя. Я на самом деле, когда ходила в студию, думала, ну как же так представить, чтобы было на самом деле красиво. И писатель, журналист, музыкант. А потом подумал. Мне кажется, достаточно назвать просто имя и фамилию, и все станет ясно. У нас есть в гостях Алекс Акмаров. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я в гостях у вас. Да. Прекрасно. Мы еще нашли одну истину. Мы сейчас хорошо встретились. Я пришел гораздо раньше по личным соображениям. И Вика пришла. С удивлением увидела меня, играющим на саксофоне в коридоре. Было красиво. Я даже подумал, что, может быть, в эфире сыграть на саксофоне, но подумал, что это нечестно будет. Вы без саксофона, а я с саксофоном. Ну да, действительно, как-то вообще. Заступило бы интересно посмотреть на мое выражение лица. Да, вот если бы в этот момент была прямая трансляция, да. Ну, я была, на самом деле, удивлена, хотя, в принципе, и не часто здесь музыкантов, но так, чтобы в коридоре играли на саксофоне, и тем более вы из мяток. Я думаю, этот момент войдет в историю нашего проекта. Да, она что-то пошла в мою историю. Давайте уже перейдем больше к теме нашей программы, да. А какая у нас тема программы, Виктория? Ну, я думаю, наш гость, в первую очередь, да. И, во-вторых, альбомчик, который мы покажем сейчас, да, вам всем. Вот отсвечивать, мне кажется, да, вот как-то глуховидно, или попробуйте показаться. У меня отсвечивать не будет, да, вот если я покажу. Зато там, видите, смотрите, написано, что видно написано слово «шелкопряс». Смотрите, смотрите, мы вам потом прямо вот, прямо аж туда. Вот всем, всем, как кажется, это альбомчик, вот. Я так рад, что на живом радио-телевидении имею возможность представить свой новый и мною долгожданный альбом. Даже не то, что альбом, а двойной альбом. Даже не то, что двойной альбом, а еще и книжечка стихов там. То есть, как нынче модно говорит, релиз. Еще есть слово «лизинг», но оно к этому не имеет отношения, такое же красивое. Вот, не лизинг, а релиз, выпущенный фирмой Геометрия, таким передовым. Как теперь говорят, лейблом. Ну, лейбл, это я раньше думал, что наклеивают на штаны, а теперь это звукозаписывающая компания Геометрия, которая выпускала аукцион, много хороших других групп, типа Выхода. Вот, и выпустил, наконец-то, вот этот релиз, где есть DVD-фильм, в котором я выступаю на своем бенефисе трехлетней давности с друзьями, с Гребенчаковым, с писателем Аксеновым, с группами ХЗ, Зерна, с моей группой Сакмаров Бэмп, пою всякие разнообразные песни там. И противовес видеоинформации, там аудио-альбом «Шелкоприат», который Вы сейчас видели. И композиция, которую Вы только что слышали. Композиция, которую слышали, называется «Легенда Крыма», называлась «Про крымские вина». Это заглавная композиция альбома, который писался три года, в котором мои все любимые песни записаны на этот период времени, в котором мои любимые друзья участвовали, в записи которого. Прежде всего хочу сказать, что я очень рад, что одна из последних записей Сергея Щуракова на этом альбоме, великого музыканта, вот величайшего же нельзя по-другому сказать, к сожалению, ушедшего в этом году от нас, аккордеониста «Аквариум», «Бага Бэнда» и лидера группы «Жемешели Оркестра». Замечательный человек, хорошего друга и хорошего ансамблевого музыканта, который сыграл на нескольких песнях в альбоме «Шелкоприат». И памятью его, вот эти песни, вообще много воспоминаний с ним связаны. Кроме этого, песню, которую Вы слышали, сыграла лучшая часть группы «Текила Джаз», и «Дусер», вот очень интересная была запись. Сначала песня «Легенда Крыма», планировалась как легкая латиность такая, а парни пришли и сказали, ну зачем, ну давайте, ну тут такой постпанк с играми. Ну конечно, так и получилось замечательно, песня только объемнее от этого стала, песня такая игривая по содержанию, мне называется она не просто так, а так как фирма «Легенда Крыма» вдохновила и оплатила запись этого альбома, я пиаром фирмы, в главе фирмы мой друг Миша Штырлин, вот, и я хотел что-то приятное сделать, и в результате получилась одна из самых любимых мной песен «Легенда Крыма», игривого содержания вы сейчас слышали. На альбоме играют замечательные музыканты из моей группы, Валерий Грошев, Анатолий Погодаев из группы «Зерна», Наиль Кадыров, легендарный баст, еще группа «За парк» и группа «Разные люди», Юра Николаев из разных людей, спот-механики, в общем, огромный человек, 20-25 музыкантов, друзей великолепных, и вот альбом он такой, хотя считается сольный мой альбом, но на самом деле плод коллективного творчества, замечательная компания людей, прочих друзей. Вот вы сейчас сказали постпанк, да, такое пробежало слово, да? Да, 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 ну как раз. Вот, у меня как раз возник такой вопрос, ко мне приходили ребята буквально в прошлой неделе в программу, они, по их мнению, играют в панк-музыку, в современную панк-музыку. И вот они им сказали, что именно молодежь, да, в данный момент в панк-музыке делится на тех, кто стремится только одному коллективу прибиться, только другому коллективу прибиться, и как бы на стайке делится, да? И когда они поделятся, тогда они могут добиться успеха, да, благодаря какому-то гуру, скажем так, да, в их понимании. Вот вы как человек, который, скажем, уже далеко не первый год, да, в рок-музыке, человек, который, собственно, является легендой рок-музыки. Надеюсь, что вы последний. Я тоже надеюсь. Вот. И человек, который является легендой рок-музыки. По крайней мере, по моему мнению, по милею я думаю точно, ну вот, по мнению наших радиослушателей, вот. Как вы думаете, что сейчас происходит именно в современной рок-музыке? Именно где, когда появляются молодые команды? Они сами по себе? Либо они пытаются кому-то прибиться, чтобы добиться успеха? Сейчас вот это кучкование, оно на лицо. Напоминает движение, когда начинались великие стилистические инновации, в живописи импрессиониста. Все художники поначалу тоже кучковались, им было удобнее выставляться вместе, чтобы их ругали вместе там. А когда они оперялись и становились мэтрами и зрелыми мастерами, они, конечно, друг от друга отделялись. И Мане с Ван Гогом ничего общего уже практически не имеют, хотя это называется импрессионизмом. А потом он появился постимпрессионизм. Тоже урок музыки. Когда начинается какое-то молодое движение, ну лет пять назад там стала Индия музыка, там какая-то очень активная, тяжелая музыка проявляться. Потом у них свои лейблы стали появляться. Джейны и Ра Матери там сейчас собирают уже большие залы и большие туры играют. И тяжелая музыка уже оперилась. И думаю, что сейчас она будет из единого альтернативы, так называемого, из единого потока расширеняться на разные составляющие, вплоть до отдельных коллективов. А на смену им придут те, которые будут считать, что альтернатива и Индия музыка, и Олимпийскит, и все такое, все это старье. Вообще прошлого века. Надо совсем что-то другое играть, например, играть на арфе и на трещотках. Вот это круто будет. Да, они соберутся в большую тусовку, сметут альтернативу, ну и так далее. Вот этот процесс и вечный, он вполне естественный. В наше время он немножко замутнен культом Золотого Тельца, когда люди не просто хотят играть и самовыражаться, и не просто славу хотят, но хотят денег заработать. Это часто не сочиняется и как-то прицел сбивают у людей. Деньги, я надеюсь, у всех скоро кончатся, и тогда стремление к счастью будет незамутненным. Ну, не в том смысле, что кончится, наличные кончатся, а карточек у всех останется. То есть денег в мире вообще не будет? Ну, когда вот эта дутая финансовая система современная лопнет, как она ничем не обеспечена ни золотом, ни промышленностью, когда страны большой восьмерки сами ничего не производят, а организуют прочих остальных, когда золотой миллиард, я бы мягко сказал, презентируют на всех остальных, китайцах и прочих людях, ну, это долго продолжаться не может, и все, стременно выровняется. Как говорят палестинцы, мы их своими детьми закидаем. В общем, не будет никаких революций, а просто желтая раз размножится настолько, что белых и не останется. Туда нам и дорога. Все смешаются, будут одного-одного цвета, да? Как говорится, вы темно-зеленый, мы светло-зеленый, давайте сядем и поедем, да? А мне такое... Ну, давайте без первого. Почему? Ну, садись не надо, лучше поедем просто. А у меня вот такой вопрос, немножко возвращаясь к альбому, а почему название такое вот интересное и необычное? В чем вот этот смысл? Там в одной из ключевых песен, которая называется «Шелкопряд», первая фраза, эпиграф, в сути всего альбома, есть альбом о любви всех живых существ друг к другу, даже музыкантов друг к другу и прочих неожиданностей, в общем. Вот, и там ключевая фраза, мы с тобой как два непарных шелкопряда разместились далеко, а над обрядом. Это трактуется о том, что любовь всегда сопровождается с какими-то сложностями, барьерами, непреодолимыми трудностями, но в конце концов любовь побеждает, и шелкопряды непарные становятся парными. А почему именно шелкопряд? Потому что есть же множество всяких видов, подвидов, существ. Вы знаете, я апологет средневековой азиатской, паназиатской цивилизации, вот империя Чингисхана, наши прямые предчастники. Я всерьез считаю, что мы к Чингисхану ближе этнические организационные подухи, чем к Ярославу Мудруму. Они создали гигантскую, самую большую в истории колониальную, не колониальную, континентальную империю, не разделенную морями, и умело ей управляли и Великий Шелковый Путь. В принципе, вся эта империя была создана только для того, чтобы охранять и организовать Великий Шелковый Путь из Китая в Европу с шелками, с драгоценностями и в обратном порядке с плодами европейской мысли. В общем, и не было никаких в Средневековье. Вот, гранитологии. Вот, и идея вот шелкового пути обеспечивается шелкопрядами. А кто шелкопрядов? Если бы не было шелкопрядов, не было шелкового пути, не было бы истории человечества. А не было бы истории человечества, не было бы любви. Поэтому шелкопряды, особенно непарно, они являются, в общем, основой истории. Так что мой альбом глубоко историчен, философичен. Философичен, да. Да, вот здесь очень глубокая философия. А у вас она проходит через все песни? Она проходит... Наверное, через всю жизнь. Красной шелковой нитью через все песни. Все песни о любви, но ее в разных загадочных проявлениях. Вот есть песни, например, начинающиеся с ручками раскольников, бросил топор и запал на сторожку. А мог бы сгубить свою душу за так за подушку. Вот песня называется «Любовь спасет». В общем, ну, может, какую-нибудь песню даже поставить. Да, только можно за вами еще один вопрос, пока я не забыла. Да. Спасибо. На самом деле, я практически уже забыла, что хотел спросить. Пока ждала, когда закончить про философию, я не хочу сказать вот почему, да. Для кого секрет, что попадая в какой-либо коллектив, точнее, что попадая, начинаешь с ним сотрудничать, будь то БГ, собственно, будь то Наутилус Помпилиус, именно, скажем, при вашем появлении коллективы вырастали до определенного уровня, уровня философии. Вот. Мы знаем, что вы туда много внесли, а что вы получили из этих коллективов? А что вы вынесли? Да, что вы вынесли оттуда. Ну, при советском строе, строй был вынослив, все выносили. Я считаю, что это такая общепринятая точка зрения, что я каким-то образом был связан со взлетом коллективов, попаданием их на пик. Вы можете просто скромничать? Я очень сильно скромничаю. На самом деле, я приходил к своему восторгу в сложившись коллектива с великим составляющим. Аквариум был великим коллективом, когда я туда пришел в 89-м году. На Утилус Помпилиус в 90-м году был уже великий коллектив, который уже развалился, заново собирался. И аквариум распадал, собирался. И скромно скажу, что я многое вносил в реинкарнацию вот этих великих сущностей аквариума. Я дружил с аквариумом в 80-х годах, эпохи самых великих альбомов аквариума. И участвовал в создании нового образца аквариума, который назывался БГБент, и потом аквариум 3-го Сазова и так далее. Сейчас, как известно, аквариум уже 350 лет праздновали недавно. И я горжусь, что примерно около 100 из них я играл в аквариуме третьего Сазыра или второго с половиной. Что же Вы получили? Я получил... Я учился у Горбинчакова, у Кормильцева, у Бутусова, у Силия, с группы выход. Учился жизни, учился отношению к искусству, отношению к Богу, отношению трепетному к миру, стремлению к гармонии миру. И вот традиционная такая, идущая из 60-х годов философия, по-многому хипистская, любви и стремлению к гармонии, вот мной вынесена. И вложена в альбом шелкопрятов, понимаешь? Вложена в альбом шелкопрятов, и я как ученик смиренно надеюсь, что этим альбомом и этим фильмом моим я как-то поддержал традиции этой школы. Ну, не мне судить, но мне хотелось это достичь, и я много сил на это потратил. Так, сейчас мы послушаем композицию, да, с вашего альбома, а потом мы зададим вопрос из чана, которые у вас появились уже. Да, какую прилагать поставить композицию? Ну, давайте попробуем вот последнюю. Любовь спасет? Любовь спасет, да. Давайте поставим. Мы о любви много говорили, вот та самая про Раскольникова песня. Там названы мифологические герои литературы, кино, которые как бы в мировом историческом мыслительном процессе задействованы. Тогда слушаем. Рекатрикулируй, пожалуйста, микрофонщик. У нас с тобой они вообще очень плох на поток. Для тебя они не слышны практически. Слышны. Решны. у тебя черный, у меня красный. Я вижу, что ты красный. Не сильно, но немножко. И все по себе тоже. У тебя тоже классно. Ты играетесь там, да? Да, играетесь там, да? А ты покажешь нас отворим сюда? Конечно, пока. Как мы почесываемся тут. Да, да. Мы же меняем поковыряться в носу. Мы же не панкеры. А мы фанатеем от группы Сон Лемура. А, мы тоже фанатеем от группы Сон Лемура. И трогательные песни. Мы только начинаем оценить. Я сейчас на саксофоне выучил песню. Театральный роман. Да, да, да. Это как раз первое альбом у них. А вот и... Ну, я сам затернул этот диск уже по кругу нас глушала. Леша может гордиться. Причем проникновение в тему не сразу прошел, потому что как бы слышали раньше, а вот сейчас как-то вот такая душевность. Тоже любил. Ну да. Так напрямую, без околичности. А что нам музыку не крутят сюда? Нам просто включим колоночки. А если нельзя включать? Можно просто не хочу, чтобы не было звука лишнего. Потому что может быть... Если мы включим, мы потом будем все слышать и фонить в прямом эфире. Поэтому приходится вот... Блоковская строчка фонила в прямом эфире. Ну да. Спайм 12. Спайм 12. Да, мне сейчас надо певить собственно про концерт. 22. Все хорошо название назвать окрой. Другое немножко странно. Это такое ламурное место вообще. Да нет, там очень хорошие все. Там очень хорошая группа играют всякие. Приезжие очень. Гастрольная политика у них. В таком контексте выступать среди звезд настоящих американцев и англичан. Проблема в том, что он очень большой вот, вроде заполнен. Больше тысячи народа нам сегодня. жалоб, что не притащили. это не альбом, это промо-версия. Альбом такой красивый. Так как книжки из них в курсу в курсу может оказалось собак оказалось по крайней мере хоть там видно большие буквы написаны. А ты бросай, скажи, там он был уже на первой страничке. Хотя бы видеть этого червяка шутка пряду. Может, песни поменьше гонять? В каком смысле? Ну, один куплет. Нету, ну как же. Надо, чтобы все послушать. Я думаю, в принципе, можно взять такие основные, которые считаются наушники поставить. Пустаянка кто? Вот потом шутка прядка поставила. Вливаются на мере. А, Артуш, вы углы? Ну, что же, понише сейчас. Не забывай, пишите. Галаня, не забыл, тогда. Галаня, следствием есть. Ну, то, что ты сказала, что кто был в этом видеофильме. Так можно. Не парный шелкопряд называется, потому что у него на спине всего лишь одна какая-то палочка. Не знаю, что они должны быть. Уборки, там еще не парковаться по четным числам на палочку и по нечетным две. Наоборот. И не совсем ничего не значит, что у него пары нет. Ну, у него не пары нет. Чемнее секунды? Ты хочешь просто обидеть идею шелкопряд? Наоборот. Он просто насекомый какой-то мерзкий. Наоборот. Да, один. И мы снова в эфире прослушаем эту композицию. Да. Вот я пока не забыл, хочу вас пригласить и вас тоже, дорогие друзья. Москву, столицу нашей исторической родины, в клуб Икра 22 ноября, то есть ближайший четверг к 9 вечера. Там будет презентация вот того самого извините за выражение релиза, фирмы Геометрия, на самом деле издание. И там будет большой концерт, буду играть я, своей группой Сакмаров Бэнд, будет Василий Павлович Аксенов писать, читать стихи под наш аккомпанемент, такой мелодипломация. Будут старинные группы ХЗ, оптимальный вариант, Зерна, Найк Борзов, мой любимый артист, будет новая звезда группы Картуш, в которой я сейчас играю на клавишах, афишами, которые поклеены сейчас в Севнаскване. Да, я говорю, по-моему, прошлая суббота, мы имели счастье здесь в студии. Будет видеоинсталляция интересная, Виталуса Чесняускаса, ведущего фотографа, автогонок, вообще спортивного. Много интересного будет, будет орфистка Настя Паписова с своей группой Мелодис. И, в общем, все направления, как говорят, все краски в гости к нам. Много-много всякого будет. Приходите, пожалуйста, на этот концерт и там поговорим без электронных посредников. 20-й юбре в четверг клубе Икра. Это недокладкурского вокзала, помещение театра Минеголга, улица Казакова. Маршал Казакова, просто Казакова, улица Казакова. Я не знаю географию. Вот. Я все нахожу по большим буквам, которые написаны на зданиях. В Китай тебе надо или в Японию где одни иероглифы. Давайте все-таки затронем вопрос из чата все-таки некий Вася напишет на скольких, на скольких, как правильно, на скольких инструментах вы играете? 27 инструментов, еще несколько инструментов в тропях играю, на три четверти играю, на одну восьмую играю. Ну, это десятичная система, если считать. А если в геометрической прогрессе каждый инструмент за три, то очень много. в основные это флейта, флейта, приложенный к ней саксофон гобой, там, каждый инструмент появлялся исторически, когда нужно было в русском альбоме ггбэнда, нужен был такой инструмент, типа рашка, или зурны, что-то такое. Я научился играть на гобой, играл вот эти зонерные звуки, это гобой, как ни странно, они не что-то иное. С этим инструментом была интересная история, связанная. Мы играли аквариум и Дэвид Бирн, это литер группа Token Heads в горбушке в начале 90-х годов и с большой гордостью увидел, что Дэвид Бирн после нашего выступления пошел в фойер, купил альбом, дошел ко мне и говорит, этот инструмент есть на этом альбом, мне очень понравилось, как он звучит, что это за инструмент такой странный, я говорю, это же обычный гобой, он так окрулил, как гобой, он так звучал. Вот и скажем, из этих инструментов индийские, китайские флейты, связана какая-то своя история для какой-то песни какой-то группы он нужен был, я его использовал. Был уникальный инструмент, который Гребничкову, например, подарили, пакистанский гармониум, это такой как бы физ гармония ручная, которая надувается, механ надувается одной рукой, другой играется, такой аккорд один тоже звучит, в общем, красиво, красиво, такая восточно-идейская музыка на нем, а мы под его компонент записали альбом романцев о Куджаве, песен о Куджаве, Бребничков пел, я пел на гитаре, играл, а я играл на этом гармонии, очень странное сочетание такой, такой Куджаве индуистский получился, всякие разные инструменты есть, вот сейчас в группе Картиша я играю на синтезаторе Nordlite, шведский, очень хороший синтезатор, похожий красивый, но весят при этом в 10 раз меньше, чем старый синтезатор, зачем техника нашла? хотел бы я весят 10 раз меньше, чем 10 лет назад, ну, в 10 раз, хотя бы, хотя бы, чуть-чуть, хотя с другой стороны, в общем, мои килограммы, моя Багдаса, как пела Бахтан Крикабидзу, ну, вот еще есть вопросик, сейчас, давайте дадим, тоже, тот же самый Вася, маловато, что у нас людей, да, это какой-то судоним, вы пишете песни только на собственные стихи, или иногда берете стихи других поэтов? Я в своих концертных программах пою саму свои песни, но иногда пою старые классические русские романсы 19 века или Глинки, там, например, или Серебряного века, вот, иногда не могу удержаться от искушения, пою песни друзей и тех коллег, которых я очень уважал, пою Кукушку Цою, пою Апостолу Андрея, Кормильцев-Бутусову, вот, и получаю от этого такое удовольствие спеть хорошую песню, в общем, и свои песни в контекст, хороших песен классических признанных поставить, и посмотреть, как они рядом живут или нет, вот, но одна-два, одна-две песни в концерте у меня не свои, остальные свои, а если бы я играл чужие песни, я бы заработал много денег по габалкам и по каверовым вечеринкам, а, к сожалению, люблю свои песни петь, а смог он звуть, я не пою. Почему же? Я подумаю, может, испарим, да. Я был однажды на концерте Байтснейк, Ковердейл, который, который, когда-то пел эту песню, и все кричали, вся толпа кричала, смог он звуть, он спел один куплет, остановился, стали кричать, почему, знакомый журналитель мне сказал, нет у него авторских прав петь целиком песни, он имеет прав петь один куплет, и все. Хорошо, что у нас не так, можно петь, что хочешь, никто тебя не осудит. Точно. А я вот всем гостям, которые к нам приходят, да, то я, то Виктория, если кто-то что-то забыл, задаем такой вот вопрос, потому что нас очень интересует вообще, как люди приходят в музыку, вот откуда появляется такое вот желание, стремление, вот почему? Я думаю, что традиционный путь это когда за желание и стремление находится у родителей, у них есть хороший какой-нибудь стимулятор в руках для занятий музыки, типа ремня или наоборот в пряниках. Ты хотел сказать. И 6 лет, люди как идут, мой путь был такой, в общем, музыкальная школа, консерватория, жмуровой оркестр в армии, военный оркестр в похоронах игра там, и потом безоблачная карьера классического музыканта или музыкального журналиста или музыковеда. Вот такой путь. Второй путь это пьянки в подворотнах с друзьями, бренчание на гитаре или чтение рэпа в нашем современном варианте, про белое гетто, что-нибудь, а потом сколачивание бэнда и игра на точке в помещении живого радио, репетиции очень громкие, а потом для эпохи группа сложилась без всякой музыкальной школы. Это как бы другие стимуляторы, здесь не ремень, не пряник, а жажда любви, самовыражение. Иногда эти пути пересекаются, в моем случае, потому что, когда я учился при школе, при консерватории, у нас была подпольная рок-группа, мы днем играли на своих скрипочках, в очечках, а ночью приничали на базу в гитарах и в гитарах с молчаливого попущения администрации школы и пользовались невероятным успехом в однокласснице. Врач, он все это затевал, собственно. Один из наших музыкантов даже женился на однокласснице в результате. Чего рок-музика доводит? Вот. Мои мужики. А потом, когда я уже был членом в 30 лет консерваторским научным сотрудником, моя любовь к русскому року, к ленинградскому рок-н-роллу победила. Я ушел, как говорят, журналисты ушел на задание изучать ленинградский рок-клуб. Не вернулся там, остался, стал играть в аквариуме и потом все это продолжалось много лет. До сих пор блуждаю в зауточных эфирных высях рок-н-ролла. Понятно. А вот когда родители в 6 лет с помощью ремня, кнута и пряника заставляли учиться, все равно какое-то собственное желание было? Да, было очень большое желание бежать во двор и играть в хоккей с шайбой. То есть, вот как бы музыка это... Где-то в детстве это было как у всех. Как у всех, да. Зачем она вообще нужна? Ну, если кому-то нужно... Ну, профессиональные занятия музыки, они очень хороши тем, что они дисциплинируют, во-первых, с детства, как балет или как спорт. А во-вторых, они дают возможность не думать о смысле жизни. Смысл жизни музыки, ты ей занимаешься, и все. И главное тебе удержаться на этом клубе, чтобы тебе колеса колесами прогресса музыкального не раздавило. А все остальные, что они занимаются музыкой или спортом с детства, или там, больным танцем, тяжелым физическим нагрузкам, все начинают думать, для чего мы живем, там, суицидальные мысли появляются, или еще что-нибудь такое, или хочется там жениться в 13 лет. Вот, музыкантам ничего этого не хочется, они всегда думают о том, что вот надо бы сейчас позаниматься, как хорошо бы этого сейчас не делать, но приходится вот. Но есть более взрослым в состоянии стимул, другие, карьера, слава, там, в редком случае действительность серьезная стимула, гармония мира, постижение, там, замысла композитора у исполнителя, музыка это сложные вещи и очень полезные, в принципе, для гармонии мира, потому что колебания музыкальные, они соответствуют колебаниям планет, как в античной теории музыки, она же космология, высказана Платоном еще. Вот это все не пустые слова, в общем, хорошая музыка, она улучшает жизнь и гармонизирует ее. Что это хорошая музыка? Это понять хорошей музыки, это что? Это вопрос субъективно-исторический, но время становится, ставит все на свои, кладет все на свои места, в общем, то, что Бетхоин, очевидно, хорошая музыка, может быть, они любят Бетхоин, но она очевидно хорошая, потому что она прожила столько лет, и все в новом поколении слушаем, что-то дает, мне что-то заложено в сообщении, и она имеет право на существование, так же, как Элли Спресли, как бы к нему не относиться, и Лед Зепплинг, и 10-летняя история группы тоже доказала то, что они хорошая музыка. Просто потому, что их до сих пор слушают? А их до сих пор слушают, потому что это хорошая музыка. Было бы это неинтересно, мне нужно музыку, я бы перестаю бы слушать, в общем. Ну, аналогично, бывают, конечно, исключения, но они поддерживают правила. А своему ребенку пожелаете такой же путь? Потому что мы тоже с тобой захотим? Да, да, хорошая, хорошая профессия, особенно для девочки, вот, ну, почему бы нет? Петь, быть в окруженном красотой, и саму нести красоту, в принципе. Да, да. Вашему ребенку еще не учатся, не учатся, ну, так, на начальной стадии. Ну, папа учит ребенком в музыкальном? Папа, папа может что угодно. Или приучивать ребенка к хорошей музыке? только мама, и не может быть, есть такая песня. Я могу всем еще сказать, что одно из главных вас вызывает такую, что одно из главных мотиваций является любовь близких людей для занятий музыки. у меня есть муза, жена, Кира, которая меня вдохновляла, вдохновляет на сочинение писем, и как бы, и представляет свое хрупкое «Я», вот, тяжелую лавину музыкального прогресса. За что ей спасибо. Пожелаю вам, хорошей жены. и мужем. Спасибо за жены особенно. И вам тоже. Спасибо. А что у нас в чате? Там творится ничего? Там чате какая-то скучная. Все, Вася? Я понял, чат умер. Хорошо. Давайте, раньше пили «Ропн Ролл» мертв, а сейчас будем пить чат мертв. А я еще нет. Да нет, просто это дисконнект. Дисконнект, да, хорошее слово. Исконно русское. Исконно русское. Так как релиз и лизинг. Лизинг очень такое сомнительное слово. А мне вот интересно, вы все человек аполитичный? Абсолютно аполитичный. Почему? Потому что не существует в наше время политики никакой. Ничего не существует. Вот сейчас конец эры в общем всякой там этой Кундалини, Махакала и прочее это постиндустриальное общество начало эпохи Водолея. А когда льется кругом вода, какая же может быть политика? Вот и политики льют воду кругом. В общем, они приобщены к мировому философскому божественному прогрессу. Льют воду, а когда льется вода, этот процесс такой неосмысленный. понимаете? Вот и поэтому что тут говорить о политике, когда политики не существует? Есть энергичные люди, которые добивают своих целей. И то, что в результате получается сложение вектора в силу, вот оно и называется политик. Но это не политика. А была ли политика вообще в истории? Знаете, история это наука с непредсказуемым результатом. Она каждый раз меняется. И вообще там никто утверждает, что теории вообще никакой не было. Поэтому Фоменко, например, все эти теории там появляются теории гумериала по-аназиатски, по-невразийски теории, которые все переночили. Поэтому что-то говорить о том, что было бы там, может, ничего вообще не было. В общем, до изобретения интернета люди и рожать не умели, я думаю. Так что, что тут говорить, какая политика? Политика сводилась к подготовке к изобретению интернета и как венцом его стало появление живого радио. Больше политики не было никакой. Дай бог, не будет. Да, тем более, что венцом не только в интернете стало живое радио, но и патриарх даже, да, умудрился сказать, что, собственно, благословляет наш проект. Это прекрасное будущее. Патриарх он такое, он дело знает вообще. Патриархский папа тоже не неплохо. Ну и Далай-лама тоже. Мне очень нравится, что он очки носит. Это тоже символ прогресса. Раньше, как он тысячу лет назад видел буддийского ламу, который очки носит, а сейчас носит. А патриарх в очке сидит там. Смотрите, папа переписывается. Наверняка. Я понимаю, что сейчас... Я так понимаю, что человек, который жить в реальности. Патриарх? Вы. Патриарх не знаю. Я не спрашивала. А он у вас был тут? Нет. Нет, это же выр реальности. И вот на эту тему я хочу поставить песню, которая называется... Она называется... Она называется... Совершенно реальный переход от разговоров к песне. Эта песня в общем примерно обо всем, что мы говорили сейчас. Ну, тогда давайте послушаем ее. Давайте. заведется, Жалко, что у нас сейчас нет патефонов. Все. А в следующем альбоме спешу песню он. У Леши бодрый очень кофе. Колбасы так. А у нас варила, да? В микроволновке. В микроволновке, да. Да, нашли мемниный метод. Хорошо, что это самогонный аппарат. щетит. Что, ничего нельзя было сказать важного? Про концерт сказали. Про картош. А, не чуть-чуть. Про интернет сказали, про патриарха сказали. Какой следующий поставим? Примерный. Шукопляет? Давайте билет поставим. Политическая песня, антиглобалистка как раз жестко очень. Политическая? Ну так, у вас не закройте с нее все нормально. Антиглобалистка там про президента ничего плохого нет. Нет, мне просто интересно говорить, что политичные тоже вряд ли есть. Не, ну как раз тот человек политически озабоченный говорят только бесколькомыслные люди, а настоящие революционеры молчат, тряпся занимать реальными делами. Жалко, но профил выключен. Кто знает? Где он уже слышит? Там в ту дырочку. Коты с накидом. А коты или это? Может быть это шпионские эти роботы с красной глушилки. Что мы слушаем как отлично? Она. Она? А что время там осталось? Минута? Нет, вообще не. 20-25 минут. Вообще 45 минут. Мы заканчиваем во сколько? Ну, где-то без 10, то есть 35 минут. Больше еще. А все у вас на все мои песни написано Митя Кузнецов. Нет, ваши песни вот они все. Я просто перевожу сюда. Вот она сейчас играет. Может, Митя Кузнецова крутит себе? Нет, нет, Митя Кузнецов потом. Виктория, докажи, что мы крутим... Я просто не хочу вставать сейчас перед камерой. Ну, встань, ничего, красиво. Хорошо, где ты девушка? Ты дышь? Там дышь, я царствуешь, ты. Пускай играет. Хочу хорошую музыку послушать. Как он нескромный. Так а ты сделай, просто... Мне вас жалко, что вы вынуждены со мной разговаривать, а музыку не слушаете. Почему вы тут вынуждены? Это не правильный постановка вопроса. Потому что мы вынуждены разговаривать. Мы тут собираемся исключительно по собственному желанию. Все, по-другому, воняется, в самом деле. А вот мы собираемся. Какие-то авангардисты, просто. Аутгардисты. Аутгард, как переводится? Аутгард, авангард, это тем, что перьде, аутгард, это тем, как задел. А, оу. Подполе. Знаешь, это аутгард, что это такое? Это вот загрязнительные отряды, которые впереди атакующих хвост-пулеметом. Если атакующие, троски придумывают, их расстреливают своих, чтобы они не обратно мешали. Послушай, композицию «Она». Я себе дал за рук, что в следующем альбоме я сочиню композицию по названию «Он». Чтобы не было... Потом надо делать третий альбом, чтобы там уже была композиция «Они». «Оно». Потом еще можно «Оно». Перечислить все в принципе личные местоимения их там много, мало-мало-мало. Ну вот, а к вопросу о политике я подумал, что надо бы поставить песню «Белат», которая, в общем, не политическая, но слегка антиглобалистская такая песня, в которой мой друг Леша Рацин, барабанщик, группа «Телевизор» и «Аквариум» приняли непосредственно участие, делал аранжировку и записал. Песня очень жесткая, такая электронная получилась. К вопросу стилистики альбома «Шелкопрятый». Здесь есть и акустические, и рок-н-ролльные живым барабанным песни, есть электронная композиция. А ведь интересная электронная музыка. Вы тоже увлекаетесь в это время? Увлекаетесь сейчас, наверное, да? Да, ну сейчас менее увлекаюсь. Я вот 10 лет назад увлекался с Леей Кормильцем, записал электронный альбом проекта «Чужие химические ангелы», трек, с которого попал даже в американский голливудский фильм Жан-Клода Ван-Дамма. Песня «Комдау» называется. Однажды я убил по телевизору, как тот кого-то бьет в российской тюрьме, с изумлением обнаружил что под компонент наших скормильцев песни, под мой голос Ван-Дамма мучают злобные тюремщики. Он отомстил всем. Но песня в этот момент кончилась уже. Вам было приятно? Мне было приятно, что добро побеждает под мою музыку. Для целей? Добро? Все, что? Вы еще скажите, что этот самый терминатор не добро. Конечно, добро. Кто сильный, тот и прав. Молодцы. Хочу маленького роста. Ну да. Ну что, послушаем Белацкий? Да. Хорошо? Да. Послушайте песню. Хорошо? Слушайте. Ну да. Мы на экране напоминаем ветхозаветную троицу это вот когда вы дофернули сюда. Только чаши не было здесь. И ягненка на заклане. Патриарху от Кёрги. Надо не пригласиться. Да. Патриарху от Кёрги. Детская грушка направлена. Зенит это метеорит что-то типа слабосильное орудие ПВО стран третьего мира направлено. А вовсе не мишки и куклы в футбольную команду. Не забудь сказать про сайт. А, да, да. Вот. Вспомнил. Почему так? С помощью себя вступили. Ну, да. Сожраю, нужно еще играть. Уже играет? Да. Играет, потому что новости-то мы перенесли на футболь. Нет, они в 9 или в 10 ночи. Нет, новости же перенесли на футбольную сейчас. 9 ночи. 9 ночи. 9 ночи. А мы уже сейчас закончим. 9 закончим. Оля, мы есть быстро собраться. Уже 3 дня мечтает об этом матче. Я не мечтаю. Мне хватило победы зимой, нам больше не будет. Второй раз контражку получать я уже не хочу. Я прошла суббота как раз стою до эфира. Перевозим, да? Это поправленный Владимир. Командарта Марка Звучий командир Чем круче цвета Хакки Готовит Свой обряд От Краги До Кашмира Ноль Голос Сынка Я От Пилан И Шагу Назад Да, подписчик стоит на сайте Джахат Ру Кайдин Шагу 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 Вот. Мы оценили, на самом деле. Ну да, непростая такая композиция. Я думаю, что... Вот вы говорите, что весь львом о любви. Композиция Белат. О любви к чему? О любви к народу? О любви к чему вообще? О любви к свободе. О любви народу к свободе. И о любви и уважении народов друг к другу. О терпимости, в общем. О терпимости обоюдово. И о необходимости представить другую точку зрения. Когда мы осуждаем кого-то за что-то, надо попытаться представить, что этим людьми движет. Что движет летчиками, которые нажимают на кнопки сброса бомб или что-то движет. Что движет людьми, которые взрывают себя в ответ. То и другое не угодно. И тех и других можно осуждать. Но гармония наступит только тогда, когда мы поймем столкновение этих интересов, научимся их соизмерять и как-то примерять. Музыкант психолог? Музыкант это гормонолог. Он занимается гармонизацией отношений всего. Но вы уже пытаетесь понять, что этим людьми движет? Это не на уровне того, видели ли эти люди, как их родители занимаются любовью в детстве и хотели ли они убить своего отца или нет. А на уровне того, что есть огромные вибрации народные, космические, планетарные, звездные и необходимо как-то в них вливаться, тогда все будет хорошо. Это не человеческая психология, космическая психология, скорее всего. Ну, человек и космос они тоже связаны? Да, связаны. Получается, отчасти человеческая психология? Ну, человек сам себе космос. Ну, вы меня просто в тупик за окна. Да, человеческая. Хорошо. Но не психоанализ. Ну, хорошо, хорошо. А подождите, я хочу сказать, что основа всей психологии психологии это сайт в наше время. Конечно. Понимаете, что вне сайта ты не человек. Раньше без бумажки ты был кашка, а без сайта ты не человек. Теперь я некоторое время с маленькой помощью моих друзей, как пел Варенгостар в свое время, имею свой сайт, уже несколько лет, очень красивый, такой модный. Называется скромная, но значительно сакмаров.ру. И там много чего написано хорошего про меня. Или, может, не очень хорошего, разного. Но такого объективного, честно. Там есть моя музыка, там мы можем скачать альбом «Шашелкопрят» и прочие мои альбомы. Там много видеоматериалов есть и десертонных эссей, всякой информации. И посмотреть, как выглядит на самом деле. Да, да, да. И там напечатана настоящая отложка альбома, выпущенная в геометрии. В общем, приходите, не пожалеете. Я мечтаю, что когда-то сайт будет настолько гостеприимен, что всем заходящим туда будет предлагаться чашечка сака, стопочек сака и чашечка в онлайн режиме. Да, онлайн режиме, да. Дисковод отодвигается? Да, дисковод отодвигается горячее. Десять рублей бросаешь или пятнадцать, там, где-то кнопку нажимаешь. Вы же говорили, что деньги-то не нужны будут. Да, деньги? Или там под кредит на карточку. Да, прокатываешь карточку, да. Если ты ее покупаешь у водителя, она пятнадцать рублей стоит. Или наоборот, там, у водителя сайта. Вот так вот. Так вот, заходите на сайт, будьте приятными поживаниями. По-моему, даже в анонтике на ссылочка есть на этот сайт, потому что это не давало мне сегодня. Да-да-да, вам виднее, я не знаю. Да, у нас есть, заходите на наш сайт. На котором вы, собственно, нас сейчас смотрите и слушаете. Вам нужно на него зайти, если вы на нем уже. Да, просто нас некоторые слушают какие-нибудь, может, в других хитроканальных таких. Ну, мы же говорим, что... Хакерство. Хакерство, да. Мы же говорим, что интернет вещь-то великое. На страничке нашей программы, девять анонсит, внизу тоже есть ссылочка на официальный сайт. В общем, это информация для тех, кто не пошел дальше кнопки Play TV или Play Radio. Вот спуститесь ниже, там все есть, интересно, очень классно. Вот, а у меня такой вопрос. Любая психология, философия, она на чем-то основывается, да, и имеет какие-то истоки, в принципе. Вот откуда у вас это человеколюбие, миролюбие? В чем вот причина, где истоки этого? Причина истоки моего человеколюбия в моем генезисе. Во мне много азиатской крови, тарской и прочей русской. И ордынцы, особенно представители нашей орды золотой орды, они были крайне человеколюбивыми, и нещадно выбраковывали негодный человеческий материал. В результате вот такие вот люди, как Ермак появились. Чтобы создать лучший генезис. Да, да, да. И вот мое человеколюбие примерно такого же характера. Я считаю, что любовь спасет путем тщательно селекции. Но начинать надо с себя. Практически теория Дарвина, только немножко в другом варианте. Ну, все мы дети галактики, в общем. Начинать надо с себя. В отличие от глупых каких-то теорий недальновидных, расовых и социальных классовых теорий, которые предлагают начинать с кого-то другого, а уже на себя не обращать внимания. Я предлагаю селекцию начинать с себя. Если ты себя признаешь достойным предложения твоей деятельности, не говорю биологической жизни, это Бог дал, Бог взял, это Аллах Акбар, и у всех такое прочее. Если ты признаешь свое чешевание на сегодняшний день достойным, ты имеешь право заниматься тем, чем ты занимаешься. Если ты не достоин гордого вызывания самого себя, то меняй что-нибудь в себе, меняй. Я даже субъективно. Да, что есть объект, субъект. Материализм, поликритицизм, с чем сейчас цитировать и его отзывы вообще. Цитировать, конечно, надо. Кто кому приснился, я бабочки или бабочка Ленина? Знаете? На самом деле, вы говорите, надо начинать с себя. Если ты считаешь себя достойным своего дела, значит, ты должен существовать дальше. Своего тела для начала. Ну, мы не можем, к сожалению, в свое тело выпрыгнуть, как бы нам этого не хотелось. Нет, мы, конечно, можем по определенной теории, но все равно мы оставимся в нашем теле. Правильно? Если мы достойны нашего дела, как вы говорите, да? А если у меня высокая, например, самооценка, я считаю, что достойна своего дела. Это точно достойно. Спасибо. Хотя, на самом деле, ты ничто. Ты не несешь ничего хорошего в этот мир. Тебе этот мир покажет нас, что почему. Так что, в общем, долго обольщаться не придется. Все равно, если ты ничто, ты ничем и останешься. И мир найдет возможность тебе продемонстрировать свое отношение к тебе и твое место в этом мире, в общем. Хоть, будь то хоть великий диктатор, хоть кто, как справедливо написал «Кормильцев» песню, она упилась, она упилась, там, Чингисхан и Гитлер, там, как будто упали в крови и их, там, типа, задавил колесами любви, в общем. Так что, все будет хорошо. Тут неизвестно, будем ли мы при этом хорошо. Но нам сейчас неплохо, в общем, здесь сидеть и разговаривать так мило. По-моему, я вас запутал. Нет, просто вот я наблюдаю некоторые, вроде что, даже противоречия, да, но сложности. Вот, опять же, как можно начать с себя, если, во-первых, люди, в принципе, себя очень любят, во-вторых... И пользуются взаимностью. Да, причем колоссальной взаимностью. Во-вторых, у нас в русском языке хорошая поговорка про бревно в глазу, да, что проще заметить соринку у кого-то, чем бревно у себя. Вот. И вот как же начать с самого себя? Вот как вы это делаете? Надо читать русские народные сказки, сказки народов мира. Там вся прикладная этика и эстетика изложена. Все о добре и зле сказано. Если ты соответствующий идеалам фольклора, шаманизма и высоким этическим идеалам мировых религий, монотеистических, то на фоне вот этого понимания соринка в собственном глазу очень будет болеть. И вы знаете, я хочу сказать, что на уровне вот пословицы и этимологии в этом есть лукавство большое. А бревно в собственном глазу, если оно есть, оно так болезненно, что это взводишь. Даже соринка в собственном глазу очень болит. А бревно в чужом, в общем, не трогает. Так что, когда ты не совершен, ты это чувствуешь на физическом, на всех уровнях. А все остальное это отговорки насчет бревна в чужом глазу. Соринка в собственном глазу и пятнышко на собственном душе, она настолько разъедает, что с этим жить очень трудно. Я правда не знаю, у меня нет проблем, я безгрешен абсолютно. Я представляю, что когда есть какие-то грехи у человека, то это очень тяжело. Вы знаете, как-то, наверное, месяца назад в этой же студии я говорила с Настей Паписовой. Да вы что? Да, да, было дело. А я сегодня с ней говорил, что у вас в коридоре здесь. Вот, к сожалению, я ее пустила. Очень хотела Настю видеть, но, к сожалению, видно, приехала поздно. Вот, и мы с ней как раз затронули ее творчеством по-любому. И она сказала, что я никогда раньше не предполагала, что я буду сотрудничать с самим Закмаром. Вот вы себе считаете гуру, когда вот люди именно говорят вот именно вот с ним. Такой вот пальцем в нее. Да, вот такой вот. Есть две замечательных строки на эту тему. Есть у Змайка песня Гуру из Бобруйска. А у Высоцкого есть в одной песне персонаж Гуру из Малаховки. Знаете, вот когда я слышу это слово, мне вот это вот на нашей почте, как Бобруйска и Малаховка, они очень хорошо в один ряд становятся. Чудесные места, которые дают определенных людей. Вот, и я горжусь тем, что я с Настей играю и с прочими хорошими людьми. Для меня нет какой-то ранжира. Я горжусь тем, что я с Аксеновым, с великим писателем, в общем, и учителем нашим, нашим всем. И выступаю вместе, как-то общаюсь и горжусь тем, что Настя со мной играет, гениально играет. И все мои друзья, Толик, Шура, Ангелы и много людей, которые со мной играют. Вот, вокруг меня случайных людей все они замечательные. Гребчков великие стихи сочиняет и песни. Я горжусь, что с ним играл много лет, и сейчас иногда у меня есть возможность это делать. В общем, я вижу себя, скорее, как ученика. Я вижу человека, хватаюсь его, пытаюсь у него чему-то научиться, и в восторге от того, что он умеет делать то, что я не умею делать. Может, я научусь это делать, может, нет, но, по крайней мере, мне это очень интересно. Я впитываю это все. Ну, что, если меня не раз не чувствовали учителем? У меня, что вы ни разу себя не чувствовали учителем? О, чувствовал. После консерватории меня распределили в школу, в сельскую школу, под Ленинградом преподавать музыку. Я год преподавал, и все население поселка ко мне подбегало. Так как ученики с первого по десятый класс были, были десятки, сотни тысяч, они подбегали. И ко мне говорили, Олег Адольфович, у меня был, Адольфович, у меня было 23 года, я вздрагивал каждый раз именно, когда меня на вы называли, в общем. И вот целый год я чувствовал себя учителем, мне это очень сильно не понравилось, потому что мне хотелось детям песни петь, всякие хорошие, а приходилось по программе песни по болезнему петь, тоже хорошие, в программе. «То березка, то рябина, по строке ты подрекуй, не дрекуй, это крайне родной». В этом смысле учить мне быть не понравилось, потому что есть догматы, которые нужно донести, и ты не всегда с ними согласен. А вот учителем в индуистском смысле, восточном, наверное, будет круто, но я не этот самый, не Падма Самбхава и не этот, вот этот причесник, как Хендрикс, как его зовут-то? Это был Сай Баба. Вот я у него был, мы с Верничковым ездили во Шрам Сай Бабы, вот он, а фотография очень на Джимми Хендрикс похожа, который тоже был учителем гитаризма, в общем. Вот этот настоящий учитель, я живые боги, но я, к сожалению, не живой бог. Я ученик, скорее всего. Ну, мне есть что, наверное, сказать людям, если люди хотят у меня учиться, пожалуйста. Мне всегда поражает, почему в талант своих людей столько много скромности. Ой, неумеренно скромности просто вообще. Как в анекдоте, дайте таблетку от жадности, да побольше. Я полагаю, что мне еще послушать. Да надо, вот есть песня под названием... А, нет, это не моя. А вот мы так хотели все послушать песню, которая называется Альбом. Вы так, по-моему, ее послушали. Шелкоприн. А, Шелкоприн. Давайте послушать, что вы так хотите. Давайте послушаем. Посвещайте всем, кто в детстве любил группу Юрахип. Продолжаю делать это сейчас. То есть настоящий музыкант. Что же вспоминается? Это не застали. Это были танцы, когда люди парами туцевали, помнявшись под мигание фонариков на дискотеках на танцах. Какой-то назывался Медьяк. Вот. Это была легальная форма такой эротики. Может был, например, Киру пригласить танцевать. Ничего тебе за это не было. Подойдешь к девушке на улице, обнимешь ее и еще нельзя с чем это кончится. А так, под музыку вот такую. Ну, очень хорошо. Пожарите. Мы с тобой так и познакомимся. Я однажды ее пригласил на танцы. Ты танцуешь? Бальсируйте. 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 Знаете, такой хит 70-х годов. Такой хипистской идеологии. Когда два Шарди Борди. Там еще что-то пошляются по Франции. Вот. И всякие включения влюбают. Такие времена смешные. У них сам появлялась красивая девушка. Потому что модель великой этих годов. И вот. И они начинают жить втроем. Вот. Как-то это самое. А девушка типа фрегидная. Она не понимает, что такое любовь. Они ее как бы пытаются ублажить. Ублажить все семьи. Но ничего не получается. Как-то так все это грустно. Смешно. Ну. Ну. Получается. Оранжевая часть это такое торжество. Феминизм. И человека любят. Причем. Получается. Не у них. У них. Которые тебя очень высоко ценят. А у них совершенно по стороне. Типа дворник. Ключательный фильм. Любимый фильм. Кормильцы. Горсирующий называется. Ну. Как фильм. Уберта лучше. Как же. Как же. Казачек и бусин. Нет. 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 Не поиск. Вот. Суклероз. Болезнь выседения. По его наступаем. Да. Значит. Тут тоже. Рассказывает про троих молодых людей. Твои. Такого. Достаточно бюджуазного кооприста. Они. Прекрасно живут. Богатые родители. И студенты. Присоединяясь. Пока родители уехали. А, это недавно мы видим, да. Как она? Я так не помню. Это тебе последний недавно совсем. Соблазн. Тебя уже некрасивая, там, она сейчас какую-то топ-моделью стала и везде востребована. В общем, она их потом у всех вот травит газом. Ну и спасает при... Там революция начинается. Да, там так. Родители приехали с дачи. Да, они тройники лежат в квартире. Интересный фильм. У него был бесчувственный. Утром я поймал себя на мысли, что ли. Анатомический атлас идет. Веселый и смешный. Только из того, что он росла, что он как-то... Девушку, да. Ева как-то... Да, Ева горе. Нет. Там горе... Ума не хватит. Ну, конечно, мы с Шелкопрядом справились с песней. Да. Прекрасная такая композиция. Почему тут музыка понравилась? Музыкальный ряд. А мне понравилась музыка. Да. Потому что мы не слушали слова. Понимаешь? Мы были слишком заняты другим. Ну, а что делать? Разговором. Обсуждением. Слова для этого существуют. Кому нужны слова, тот открывает книжку стихов и читает. Книжка у меня, кстати, есть. Называется «Разговор с золотой рыбкой». Она выпущена небольшим тележом. Но на сайте, в общем, в основном выложена и можно ее почитать. Там стихи и публицистика, всякая моя воспоминания о всяких жизненных историях, связанных с аквариумом. У меня вот такой вопрос. Какими жизненными достижениями вы больше всего гордитесь? Я недавно сумел сам установить стиральную машину без помощи сантехники. Если вы смеетесь, то попробуйте сделать это сам. Чтобы подключение все, и чтобы не текло. Но через три дня чуть-чуть пока пристало течь, но потом перестало. Я просто не в себя от самоудовлетворения. Не говоря о том, что это не медленная экономия финансовая, но зато почувствовал себя настоящим сантехником, понимаете? И как это? Это так чудесно. Ты понимаешь, что ты так нужен человечеству, что все твои экзерсисы космические, самологические, музыкальные, в сравнении с тем, что ты пришел, включил и ушел, и оно работает. И как древние люди без этого жили? Не, ну по-разному. Вот в Индии, например, мы ездили. Мой друг, скрипач Аповарев Андрей Сурадинов, рассказывал мне вечером, что он сдал белье в прачечную местную, под Бангалором в глухой индийской деревне. Я думаю, что это за прачечная? Ну утром встаем, видим, что это за прачечная. Женщина на берегу ручья сидит, джинсы там дорогостоящие. Андрей Сурадинов лежат на отмеле рядом с ручьем, и она бьет по ним камнями. И я содрогнулся от этого зрелища, решил Андрей не расстраивать. И через два часа под палящим индийским солнцем они высохли, и я так и думал, что сейчас дырка не нормально, как в стиральной машине. А стоит дешевле. Прогресс или опыт называется? Ну да, древний подход, понимаете. Философский. Женщина с камнем это лучше, чем стиральная машина, она реже ломается. И дешевле стоит. И дешевле стоит. Отлично. Ну потряс я вас своим ответом? Да, на самом деле. Если честно, да. Потому что обычно кто-то вспоминает, а вот я там, вот то-то, сё-то, вот и вот так вот. Да, это такой первый раз, да. Я могу сказать, что однажды поменял в автомобиле колеса сам. Все четыре? Ну сколько было, уж не помню. Ну тоже, по сравнению с установкой стиральной машины, про детский сердце, конечно. Ну вообще, не знаю, тоже философский вопрос. Вы себе попробовали как журналист, да, как писатель, как учитель, даже как сантехник, да, ты понимаешь? И автослесарь. И автослесарь, да. А их дети попробовали себе, например, то, что мы говорили, да, о чем, о кино. Как режиссеру себе попробовали. А те, не как, да. Да, хотел, был у меня такой момент, когда я снимался в фильме Алексея Балабанова. Брат, самый первый брат. У нас замечательная история. Балабанов снимал до этого гениальные фильмы, малобюджетные, такие, фестивальные, которые широким массам не очень были нужны. И как-то ему принесли сценарий про какую-то мафию, там ерунда. И он стал обзыванием, денег у него не было, у нас было всех знакомых, стал, в общем, собирать с меру по нитке возможности снять этот фильм. И позвонил, говорит, что мне нужна рукомрольная тусовка, чтобы снять. Но денег я заплатить не могу, бюджета нет, ну типа водки проставлю. Собрал большую компанию там в какую-то квартиру у кого-то художника. Мы там отлично провели вечер. И посмотрел, я думаю, вот жизнь у режиссеров. Столько хороших людей кругом, в общем, работать не надо. Все сами с собой что-то делают, выпивают там. Сказал я за осветителем света. И как-то, думаю, жизнь у режиссеров, тебе не репетировать не надо, не заниматься. И все хорошо. Обзвонил друзей, значит, снял. Ну, пока я ушел с этого съемочного процесса, потому что все это хорошо, но из этого какой-то ужас выйдет, потому что все бестолково и ужасно. А потом, когда вышел этот фильм «Брат», и стал бестселлером, и я смотрел эту сцену, где мы там с бутусом и с дюшей там выпиваем, и там куча людей. Раконролльщик в одном месте собралась, которая между собой никогда не пересекается при этом в жизни из разных компаний. И все это прилично выглядит. Я еще больше подумал, как хорошо быть режиссером. Тут какой-то бардак происходит, а в результате, в общем, какой шедевр получается. Смотрели последний фильм «Груз 200»? О, я смотрел в гостях у автора Белобанова, еще не озвученный, и у меня фильм потряс, в общем, больше чем. Я знаю, что после просмотра этого фильма, после еще 40 минут, я бы просто совершила неадекватие. Я дошла до метро, и я не помню, как вообще ехала. Он, по-моему, потрясающий фильм. И я читал рецензии на него, злобные и ругательные рецензии каких-то газет. И я очень радовался того, что людей настолько зацепило, что они его проклинают, как анафемы подвергают этого Алексея Белобанова, который просто сумел правду какую-то, вот тот ужас жизни, который тогда был, да и сейчас есть. В общем, он сумел как-то экранным средством реализовать. У меня есть друг, он геноман, и я знаю, что он посмотрел этот фильм, наверное, раз уже 15. Ему тоже безумно нравится. Философию в фильме, как вы думаете? Какая там философия? Ужас, жизнь и все. Как говорил Будда, жизнь коротка, потерпи. Вот вся философия, надо терпеть, пока все это не кончится. Опять же философия? Ну, в общем, да, философия всегда есть философия. Да, любовь от не философия. Я предлагаю вам еще раз напомнить. Да, я предлагаю всем в обязательном порядке явиться к 9 вечера в четверг, 22 ноября в клуб Икра. Встроим, да, за ручку? Ну, там колонн за веревочку. Нет, ну можно за ручку. Будем упрощать любовь. Прийти на презентацию моего альбома «Шелкопряд», посмотреть на Василия Аксенова, на Найка Борзова. Кэссе «Зерна», оптимальные варианты. На меня, вашего покорного слугу, с группы «Сакмаров бэнд». Надеюсь, что я никого не забыл. На мобильную группу «Картуш». Надеюсь, что это все будет интересно. И под нежный комплимент арфы Насти Паписовой все это будет очень эмоционально и возвышенно. и окрыленно вдохновенно. Занимайте места пораньше. Потому что количество мест ограничено. Там все тысячи настоящих мест. Да, все тысячи. Так что, в общем, я нарежусь по-красившим. Не в черном пиджаке, а в красном. Уже сейчас рассчитал, так что вот. И слово «икра» очень соблазнительное. Там есть буфет с аналогичным продуктом. Особенно иностранцев. Так что можно, в принципе, не кушать перед выступлением? А уж после выступления, надеюсь, что не захочется. Ну, это будет духовная пища. Духовная пища. Приходите на сайт sagmarov.ru Икра 22 ноября. В общем, и презентация альбома «Шелкопряд». Он будет там представлен наконец-то в своем адекватном виде. Очень красивом издании. Спасибо фирме «Геометрия». Спасибо фирме «Легенда Крыма». В общем. А, там будут замечательные крымские вены еще аутентичные. О, это хорошо. Да. Все равно казать журналистов. Угу. Ну, не надо так сразу журналистов. Мы любим вкусное, а не много. А там будет вкусное и много. И много. Замечательно. Все равно рекомендую новосветское шампанское. Выдержанное по-настоящей шампанской технологией, в общем. Советское? Новосветское. А, господи, как бы советское шампанское по определенной технологии. Завод в новом свете, шампанские фирмы, там и две замечательные образцы. Угу. Наверное, спасибо всем, кто участвовал в создании твоего альбома. Спасибо всем, кто участвовал в создании альбома. Спасибо всем, кто его слушает и будет слушать. Кто помогает его продвижению. Спасибо Господу Богу. Да. Киноакадемии. Угу. Триарху. Ну, давайте будем на личности переходить. Ну, а что? Альбомчик можно будет купить в свободной продаже. Да, будет в свободной продаже, во-первых, в магазине Геометрия на Кутузовском проспекте, во-вторых. О, мне и близко. Во всех остальных магазинах. Да, естественно, концерте будет в абсолютно свободной продаже. И по закону. По демпинговым ценам. Да. Ну, вот можно еще песню послушать. Да, я прилагаю прощаться и поставить песню. Прощайте Простите меня за все, что я сделал Я вас, возможно, прощу тоже Спасибо вам Спасибо вам Заимно И пойдемте К мирским делам вернемся Будем смотреть футбол Мы, в свою очередь, дарим большое спасибо вам За то, что пришли Так много всего нам интересного Рассказали Над чем придется еще думать, думать и думать Спасибо вам за ваше творчество Спасибо вам за Спасибо Давайте поставим песню на ход ноги Которая называется Революция Номер Революция Такая Петловская, но с современным Ироничным оттенком Так Ну что, Илья, давай завершать эту программу Это было Живое радио Оно есть Было, есть и будет Мы входили сюда Детгар через Наталком Это была программа VRP Ее ведущая Я и Муракина, Виктория Добрынина Увидимся, услышимся Мы любим активных У нас есть чат Все, всем пока И ставим песенку Революция Номер Номер Виктория Добро С physique Учин Виктория